Кул-Кола Новое шоу подъехало. Хейтеры, фанаты и другие ноунеймы пришли в ресторан «Фрэнк Байбаста», чтобы задать острые вопросы главному в хардкоре Анатолию Сульянову. Если он сольется, то оплатит всем счет, а если ответит честно, поляну накроет Баста. Терни его, ёпт! Ну руки подними, ну, на ёпт! Барнакл, ничтожество. Дэвид Фельдман, ничтожество. Анатолий, а вы можете дать мне бой на этом сезоне, на третьем сезоне против Монгола? Просто убей его! Просто с двух ног! Дело! Просто с двух ног бой! Дело! Давай! Ты сам подготавливаешь сценарий к перепалкам и трэш-токам на конференциях? Или есть какие-то специальные авторы? Мне интересно, а что с Амирамовым? Он слился, все? В формате рассмотрения возможности выхода у вас и регбизда на бой, получили бы вы пизды? Я помню двойку в голову и с ноги, и все, и больше не помню ничего. Здравствуй, Толик! Здравствуй, Толик! Сейчас важный вопрос. А да, вы рэпер? Базару ноль, базару ноль, правильно. Топи, топи за свое, брат. У вас шоу какое? Здесь откончено. Отвечают на вопросы людям. Зачем вы меня перебиваете? Ну, я тоже вопросы даю. Ну, да я закончу. Ну, это хуйня просто. Ну, ты, блядь, просто начинаешь пресс-релизм. Ну, да я закончу. Хорошо, заканчивай. Послушаем эту хуйню, давай. Совсем скоро Новый Год, а это значит, что пришло время исполнения желаний и волшебства. Кул-кола творит настоящую магию. Без кул-колы Новый Год не тот. Достаточно просто открыть баночку. Помни, Новый Год будет таким, каким ты сам себе его сделаешь. Оторвись хорошо с крутой компанией. Да может, хватит уже, а? Я и пяти метров не могу отойти от твоего ресторана. Мне отделка на голову. Так, давай, ты что, сюда? Три, два, один. Весницкая, 24, Фрэнк Байбаста, Вопросы и Бром. Мы снимаем новую серию наших острых программ. И встречайте нашего гостя Анатолий Сульянов. Дорогие друзья, помимо того, что у нас сегодня замечательный гость, какой же у нас сегодня соведущий? Встречайте. Давай. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Первый вопрос. Анатолий, а скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз пиздюлей так получали, реально конкретных сам, чтобы вам запомнилось это? Ну, не хардкор, не тренировка, а вот такой момент именно жизненный. Расскажите, пожалуйста. 2004 год, город Омск, чемпионат вооруженных сил героя десантника Чепика. Ну, это было страшно. Ну, прям страшно. А что было? Убили тебя? Это просто страшно. По боевому самбу или почему это было? По армейской рукопашке. Это было прям, ну, прям жестко. Ты в ракушке выходил? Да, там во всем, но там не помогло. Там бригада, да, омских, по-моему, десантников, телеморпехов, ребята, стояли. Это были соревнования, послушай, по армейскому рукопашному бою. Мы заняли там какие-то вторые, третьи места на Москве и Московской области по рукопашке. И дабы провести прекрасные выходные за счет Министерства обороны, сели в самолет и полетели на этот прекрасный турнир. Это было, в принципе, главной ошибкой московской сборной. Вот я помню двойку в голову и с ноги, и все. И больше не помню ничего. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос. Василий, а вот вы когда получали последний раз? Пиздюлей? Да, пиздюлей. Последний раз. Ну, последний. 2001 год. 2001 год. Клуб «Маленький принц» на Западном. У нас такой есть клуб. Это был пиздец. Но было весело. Принимал участие в этом Олег Груз. С той стороны. Не, Олег Груз. Олег Груз. Поэт. Олег в Майами. Олег в Майами? Блядь. Мало ли вдруг. Даже я знаю, что Олег в Майами это рэпер. В Майами я сказал. В Майами? А, Олег в Майами. Я думаю, Олег Груз в Майами. А Груз в Майами уже? Хорошо, что у нас Груз уже в Майами. Короче, было. Ребят, 2001 год. Мы закусились. Я был с двумя своими друзьями. В клубе за девушку. И на винтовой лестнице. И в «Маленьком принце» вот такая винтовая лестница. Я расскажу интересную историю. Вот такая винтовая лестница. И мы решили с типами выйти поговорить на улицу. И мы выходим. И вдруг тот, кто шел впереди, моего друга вот так вот со ступенек бьет в лицо ногой. Все. И там был просто винегрет. Назад оптали просто. У меня на голове я вот так упал с лестницы на пятачок. И на мне три типа вот так прыгали просто. Прям прыгали. Реально. Реально. Да. Ничего страшного. Да. Сколько за бой по ММА с Олегом в Майами? Вот прям цифра. На стол тебе ее кладут, и ты выходишь. Да? Да. Ну сколько? Просто цифра. У всех она есть. Да Майами его убьет, братан. Ты что? Да кого ты что гонишь? Старик в Майами? Не, братан, ты меня плохо знаешь. Я тебя плохо знаю. Я надеюсь, у тебя хватит мозгов мне не подкинуться на это дерево. Вот просто выйти на бой по ММА посмотреть. Ну с Олегом бы просто смысл выходить. Да неважно, вот бессмысленно. Вот просто вот сумка на столе, сколько должно быть в ней? Давай сорок. Сорок миллионов? Да. Сослан, на салфеточке пусть распишется и все. Как жена смотрит? Бля, я думала больше, нахуй. Толя, как жена смотрит? Толя, ты заебал со своими боями? Оставь деньги дома, блядь. Хоть что-то принеси жене, блядь. Какие сорок? Я думаю, что жена за сорок выйдет одна против Майами. Правильно? И пиздюлей получат только. Родная, разве твой муж хоть какие-то кейсы делает в убыток? С Давы или с Олегом Майами, Сослан? С Абеями. В смысле с Абеями, братан? Маленький, блядь. Я для тебя с собой на Сабеями. С Абеями, блядь. С Абеями, он сказал. Не, он ошибся, брат. Ты же, знаешь, мы с Дагестана. Да я понял, шутка. Секунду. В Майами звоним? Да, секунду. Дальше вопрос. Следующий вопрос, Коля Олеговна. Подожди, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Вась. Да. Сколько за бой басна против Джигана? Я не могу. Ну просто вот сумка на стол. Просто сумка на стол. Я скажу. Ты же занимаешься боксом. Вот сумка на стол. Тариф, миллион рублей. Ну а я драться не буду. Не, могу объяснить, почему. Интересно. Я с удовольствием бы бокланил с кем угодно. У меня пять сотрясений. Видишь шрам у меня на затылке? Посмотри, Толь. Видишь? А там нет ничего. Потому что ты слепой, блядь. Не, шрам есть. Есть? Ну. У меня пять сотрясений. К сожалению, братан, поверь, я бы с удовольствием бокланился. Покланился, блядь, вот, ну, через раз просто с каждым. Смотри, нет сотрясений. За сколько бас-то вышел бы на бой против Джигана? Я против Дэна вышел бы, не против Дэна, побился бы с Дэном просто так за интерес. Вот просто, блядь, похлестаться, как мы делаем на спаррингах. В эфире там условного НТВ? Ну, то есть ты бы понимал, что это коммерческий Киев. Не, я бы за бабки, не, братец, я за бабки бы это точно не делал. Мы бы просто схлестнулись и устроили бы такое мясо крутейшее. Если бы мне можно было драться, я бы драл с удовольствием. Ну, это в Элую было 150 миллионов плюс с проектом. Не смогу это сделать. Ну, половину можно было бодать детским добавим, согласись. Братец, у меня, у меня, у меня, у меня моя башка дороже просто. У меня один удар, и может закончиться все, что я буду сидеть вот это. Смотри, это... Здравствуй, Толик, здравствуй, Толя, как ты вот так буду сидеть? Нет, это 100%. Я имею в виду, если бы не было чуть-чуть такого сослагательного наклонения. Не, я бы сюда... Не, если бы можно было просто заработать бабки и отдать, я говорю, себе бы я не взял ни копейки, отдать это точно на благотворительность. Все, отдал бы, 100%. Даю слово, 100%. Следующий вопрос, Владимир Мышев. Ну, я подстава 100% какая-то. Всем привет. Поскольку шел вопрос ребром, Анатолий, вопрос следующий. Когда Камил Гаджиев раскручивал ваш бой с Дани Рэкбистом, я от одного своего товарища услышал следующие слова. Какой бой с Рэкбистом, если у Толи зубы стоят больше 10 миллионов рублей? И вот я знаю, что и ты, и Камил, слов на ветер не бросайте, но мне было трудно что-то ответить своему товарищу. А что бы ты на это ответил? А не было этого боя? Я просто не в курсе, не было этого боя в итоге? Нет, не было боя. По поводу, нет, смотри, по поводу, по поводу зубов, стоит ли они... Мешок денег на стол, давай. По поводу боя или по поводу зубов? По поводу зубов меня не вообще по бартуру сделали за рекламу в сториз. Суть больше вопросов и мотивации. Нет, подожди. Суть вопроса, почему не было боя в итоге? Такой вопрос. Смотри, все очень просто и классно, что ты, Вов, профессиональный спортсмен, задаешь мне этот вопрос. А для того, чтобы выйти на достаточно принципиальный бой с руководителем другой организации, в кулачке есть Хардкор и есть Топдог. И Топдог очень крепкая, очень серьезная, профессиональная, классная линия со своим ростом и Хардкор. И здесь, понятно, есть такая серьезная принципиальность противостояния. А, ну учитывая, что Даня младше меня на сколько? Лет на 10, на 11, понятно, что... Короче, он тебя разъебет или нет, когда выйдет? Понятно, я... Ну скажи, Толь, ну подожди, ну это долгая... Ну это знаешь такой официальный язык, блядь, пресс-релизов. Есть такое понимание того, что возрастные категории определяют опасность выхода на нам... Даст он тебе пизды или нет? Или ты его сломаешь? Скажи, Толь, как есть. Я же тебе сказал про бокс, ты мне ответь позже. Василий, у вас шоу какое? Пиздец кончено. Отвечают на вопросы людям? Зачем вы меня перебиваете? Ну я же тоже вопрос задаю. Ну да я закончу. Ну это хуйня просто. Ну ты просто начинаешь пресс-релиз, блядь. Ну да я закончу. Хорошо, заканчиваю. Послушаем эту хуйню, давай. Отписку... Я сижу тут... Не, ну ты сейчас... Твою шаурму... Нет, посмотри, нет... Вот, смотри, для того, чтобы выйти на этот бой, да, нужно встать на лагерь, 4 месяца тренироваться, жестко формить, и тогда в нормальных кондициях выйдя на бой, условно в сегменте грэпплинга, в смешанных единоборствах, у меня были бы неплохие шансы, согласись. И, условно, вся экспертиза рынка говорила об этом же. Но на 4 месяца выключиться из 4 промоушенов, 9 YouTube каналов и еще 5 проектов, но ты же прекрасно понимаешь, что ты знаешь всю нашу кухню изнутри, потому что там все рухнуло бы в первый день. Да, я согласен, и отсюда вопрос тогда следующий. На твой вопрос... Нет, 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 давай не перебивай, давай не перебивай, Владимир, я потом задам официально построенный вопрос. А на кого YouTube канал «Вопрос с ребром» зарегистрирован? Кто может вот этого ведущего пересадить на место Давы? Давы мне уже становится крайне более приятнее, чем ты. Спасибо большое. Я согласен, есть такое. Если вот не эта вкусная шурма... Отсюда вопрос по отложению съемок и подготовке к бою, лагерю. Какая сумма может действительно замотивировать Анатолия Сульянова выйти в ринг или в октагон в качестве бойца? Напомню, что Дава 40 миллионов назвал. И жена такая думает, давай, Толя, 150 и на 4 месяца в лагерь. 150 на нашу семью не удивишь. Мало? То есть мы такие дешевки здесь все были? Лагеря, ему 150 мало, я понимаю. Дав, оцени бой Толи с ригбистом. Блин, ну это... Ну лямов, наверное, 300-200. Ну 200, да. В готов разговорить сейчас. То есть ты ему за 40? У тебя зубы за сколько? За сколько зубов у тебя? За сколько зубов у меня? Да. Давов по боксу, я по ММА. Тоже по бартеру зубов. Теперь можно официальный вопрос? Я задаю. В формате того, что мы рассматриваем возможность выхода тебя... Представьтесь, пожалуйста. ...у Васильева Куленко. Анатолий, в формате рассмотрения возможности выхода у вас и ригбиста... В гасфайт. Нет, нет, просто на бой, если отмести возможность перенесения этого матча с учетом фармы, лагерей, сейчас бы получили бы вы пизды или все-таки вы бы поспорили с этим? Я бы с этим поспорил. То есть не факт, что... Крайне аргументированно. Не факт бы, что отпиздюлился. Не факт. Не факт. Вот прям вообще не факт. Есть, спасибо большое. Все, что я хотел спросить, Толь. Все, что я хотел спросить. Вопрос такой. Ты часто критикуешь лиги, промоушены разные. Называя хардкор лигой номер один, но это так и есть, я с тобой согласен. Спасибо. А такие острые вопросы, да, сегодня? Не-не, вопрос будет дальше. Вопрос будет дальше. Вот у Василия тоже есть лига «Газфайт». Что ты про нее можешь сказать? Промоушен, промоушен «Газфайт». Что ты можешь про нее сказать? Слушай, был на одном мероприятии, орал сзади, сидел так, что я просто повернулся, говорит, Толя, ну хватит кричать, как Кудряшова. Я, честно говоря, бой Кудряшова смотрел голосом Толи, честно. А я поставил... Дерни его, еб ты! Ну, блядь, руки подними! Ну, еб ты! Я с женой сижу, жена говорит, кто это? Я говорю, это Толя. Ру, ну, еб твою, блядь! Ну, 12 раундов, представляешь, так Толя сидел. Ну, так же было? Слушай, ну, переживали за Диму. Ру, ты, блядь, подними! Ну, дерь, еб твою, ну, блядь, ну, на-на-на! Я думаю, еба. А я за Кудряшова поставил, кстати. Ты сам после третьего раунда не выдержал, пошел в угол, как Диме. А я про тебя ничего не говорю. Нет, я же про тебя говорю, как ты переживал. Возможно ли какие-то коллаборации, может быть, «Газфайт» и «Хардкор»? Слушай, во-первых, смотри, отвечая на твой вопрос, я хочу высказать респект Васе. То, что помимо музыки он успевает заниматься и благотворительностью, и еще развивать спорт. При своем колоссальном медиаресурсе. Это действительно круто. Любые коллаборации, только welcome. Вообще. Тем более, мы сейчас запустили промоушен «Хардкорбоксинг» и «Газфайт». Это же только бокс. ММА вы не делаете. Тем более, сам Бог велел. А какие организации я ругаю, скажи, пожалуйста. Тот же «Бернакл» возьмем то, что их президент забыл, как его имя. Ничтожество. «Бернакл» – ничтожество. Дэвид Фельдман – ничтожество. Нули. Просто нули. Просто будут уничтожены вот этими ребятами и их кулаками. 25-го числа на ЦСКА-арене. Просто уничтожены и деклассированы. Парням удачи. Спасибо за ответ. Спасибо. Толя, береги сейчас. Мне кажется, что им могут из травмата дать. Добрый вечер, Баста. Мое почтение, Анатолий Юрьевич. Хотел спросить вас. Вы недавно были на одном из подкастов, где говорили то, что снимается третий сезон на «Эпик Файтинг». Так. Вопрос в чем? Снимается ли третий сезон «Эпик Файтинга»? Да, будет третий сезон «Эпик Файтинг». Да, это делаем мы. Причем там просмотров просто нереальное количество. Не, я знаю, кто это. Это прикольные такие граждане. Я помню, конечно. Ну, о том и речь. Так он будет в итоге? Он будет в итоге, он снимается для федерального телеканала. «Эпик Файтинг» выходит на «Федеральное ТВ». На «Федеральное ТВ». Да, как шел кейс. Как большая социальная программа по обеспечению людей с нижней социальной ответственностью и возвращении их к нормальной жизни. В реабилитации. В реабилитации. Анатолий, вы можете дать мне бой на этом сезоне, на третьем сезоне против «Монгола»? Против «Монгола»? Да, да. Да, ты что, сколько? Слушай, ну Олегу с сороком с чем-то лет. У меня есть реальный историк. Это было, все началось на втором сезоне. Меня попросили его поддержать, поставить его в углу. Но это ладно. В общем, он у меня выпрашивал один на... Покажи, давай так, перебью. Покажи бой с Теню. Можешь что-то показать? Здесь боксеров профессиональных. Это идея. Покажи, что ты из себя представляешь. Мы посмотрим. Может быть, Толя, если ты сейчас скажешь, было неплохо. Не, ну это дичь. Ну покажи, что это значит дичь. С Монгола, сразу это не дичь, а показать почку дичь. Давай по-другому. Но ты же понимаешь, что «Эпик Файтинг» — это шоу. Конечно. Вот у тебя сейчас микрофон. У тебя сейчас микрофон. Ты хочешь туда попасть. Покажи себя. Правильно? Покажи себя, почему тебя должны туда взять. Продюсерская группа, я. Почему зрители этого выпуска должны обратить на тебя внимание и в комментах просто порвать их и сказать, как тебя зовут? Коля Шоу Тайм. Что Коля Шоу Тайм должен попасть в третий сезон «Эпик Файтинга». Коля Шоу Тайм. Ну хотя бы, ну хотя бы. Мне надо прозвище менять, это раз, мы, значит, смотри, что ты рукой. Нет, это прозвище «Говори со мной за себя», «Говори обо мне все». Базару ноль, базару ноль, правильно, топи, топи, топи на свое, брат. Шоу пока муевое, Коль. Не слушай, не слушай. Коль, пока оно ничего не говорит за тебя. Коль, пока все максимально уныло. Коль, пока все ничего, Коль. Как не говорится? Коль, смотри сюда, Коль. Ничего нет, только есть Коля и очки, и все. Покажи двойку, тройку. У меня был бой, был фрагмент конференции. Смотри сюда, Коль. Дай скажу. Коль, смотри сюда, ты осекаешься, ты давай при сразу до конца. Коль, все нормально, не слушай, все хорошо. Можно я закончу? Коль, давай, топи, Коль. Коль, смотри сюда. Коль, топи за свое, не слушай. Я же ему говорю, как работать. Был фрагмент конференции. Вот, вот и завелся, давай. Давай, давай, Коль, давай. В одной из организаций, в которой у меня был бой. Коль, козь, бой. И я сказал то, что пока что. Пока что, меня никто не знает, но очень скоро мне обузно от себя. И через две недели 50 цент у себя в публикациях в инстаграме выкладывает фрагмент видео со мной. Не спеши в камыши, в лопухах обсеришься, дружок. Обсеришься, я тебе сейчас секу. В натуре потише будь. Потише? Ты не на того газуешь. А то что? Ты, а то что, то я тебе челюсть прямо сейчас несу. Пора. Тебя на... Ты чё, долбоёб, блядь? Тихо, тихо, тихо. Нахуй ты дёргаешь меня? Э, додик, блядь. Можно от себя выставить бойца будет? На Эпик Файтинг. На Эпик Файтинг? Ну, если он только под басту, то выходить будет. Легко. Ну, я авторская офисе. Вот, как плачет весна. Вот, любую, любую, какую скажешь, брат. Я чё-то не знаю, да? Я чё-то не знаю, трек какой-то, да? Есть, есть. Коль, смотри, между тобой и Бастой 5 шагов и ни одного охранника. Давай, Коль. Просто с двух ног. Дело! Просто с двух ног, Коль. Давай. Дело! А он говорит, ебётся в тебя или не блядь? Балай! 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 Это по дворе! Балай! 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 Ну что, делаем бой? С кем? Толь! Братом вот ты пробитый, а? Он же только что говорил, что у него шишка на голове. Толь, ты не бойся, не бойся, не бойся. Ты не бойся, говори, Толь, что ты хочешь. Бой! Так, уверена, не теряйся. Всё хорошо, я рядом. Одень очки. Что в пяти? Наказать его надо, брат. Коль, одень очки. Коль, столько наказать. Коль, что в пяти словах? Баста, пять шагов с двух ног, ты не понял. Понимаешь, ты влетел бы в Басту с двух ног сейчас? Это просто эпик конференц, заехала бы вот сюда. Бля, ну больше, если бы Чабака дал дави просто, бля. Не, ну да, вообще не при дела. У вас-то я так поступить не мог, брат, понимаешь? Ты рядом со слан сидит, всё нормально. Коль, я шучу. Я там, брат. Это шутка. Скажи мне, пожалуйста. Анатолий показал тебе, что такое шоу. Как делаешь шоу? Ты его пока не сделал. Ты... Как не сделал? Я получил поебальнику и залетел к 50 центу в публикации в инстаграме. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Можно покажу? Дайте мне ручку и салфетку. Давай, подожди. Садись сюда. Садись сюда. Ручку и салфетку, пожалуйста. Вот, ребят, смотрите, как мы здесь на Фрэнк Байбаста даем возможность всем людям принять участие. Проявиться? Есть это самое? Да. Салфетка? Подожди, нет, нет. На бумаге Фрэнк Байбаста. Родной, как тебя зовут? Говори в микрофон. Смотри, смотри. Коль, поехали. Коль, шоу тайм. Контракт. Запомните, пожалуйста, Коль, шоу тайм. Контракт, тихо. Контракт подписывай. Контракт. Шоу тайм. А вопрос гонорара. Здесь мой менеджер, кстати говоря. Бля, ты все усажняешь, бля, там реально. Толь, ты поймаешь, что мы сегодня создаем историю? За снесенный и репостнутый 50-сентом ебальник. Нет. В публикациях разместил репост. Или Дрейк, Шакил Анил. Микрофон, Коля, не упускай шоу тайм. Тебя репостнул Дрейк. Да. Шакил Анил? И Шакил Анил, и Дрейк. Реально Дрейк? Да, ну у тебя есть инстаграм, открой. Не, не, брат, я где, где я, ты че, гонишь его? За 0,0... Где я, где ты, брат? 0,01% от гонорара дабы готов? Да. Все, расписывайся. Подписывай в контракт. 0,001%, ты понимаешь, сколько это? Что ты еще должен? У тебя есть контракт с Эпик Файтингом. Поздравляю. Все, контракт получен. Все, Коля, спасибо. Давай на место. Давай, давай, Коля на место. Дойди, не развались до боя. Коля шоу тайм. Хорош, не, ну хорош, уверенно подошел. Ты видел? Не, молодец, можешь. Не, конечно. Ребят. Не, ну бомба же история. Тебя репостил, Дрейк? Нет, брат. Тебя репостил, Дрейк? Садись. Толь, я тебе об этом и говорю, что человек еще сел, сел, контракт сел. Все уже не важно. Ты его менеджер, да? Ну вы черные люди. Вот этот, я думал, это мрачняк, посмотри какой. Я думал, это с битвой экстрасенсов человек. Мне кажется, он оттуда. Представься, скажи, как тебя зовут быстро. Меня зовут Артур Яковлев. Я менеджер бойцов. Ну что, ребят, следующий вопрос. Следующий вопрос, Артур Якобсен. Сейчас Коля должен в шоу тайм встать. Hello, my name is Artur Якобсен. Сука, это ты, что ли? Это Артур. Сука. Да похуил просто. Так, вопрос у меня жесткий, наверное. Ну, пожестче, чем все были остальные. Анатолий, вы наверняка в курсе о том, что некоторые бойцы хардкора выходят в октагон под воздействием определенных запрещенных веществ. Это даже обсуждалось на конференции. И вот у меня вопрос. Речь не о спортивном допинге. Если говорить конкретно, это наркотики. Наркотики? Да, наркотики. Да нет. Наркотики. Кто я? То есть я человек закулистый, я видел это своими глазами. Я не буду называть. Ну смотри. Два раза в жизни было, но мама знает. И разрешение я просил мамы. Мама мне разрешила. Это правда. Но я считаю... Толь, тебе их двоих надо забирать. Я говорю, типа просто, ну это легенды уже. Я попробовал, чтобы понять, что это плохая вещь. И не надо с этим больше связывать. Супер, классно. В чем вопрос? Мой вопрос, почему допустимо вот именно такая вот ситуация, что боец выходит в октагон уже под воздействием какого-то вещества. Я не знаю, какого именно. Я не знаю, какой. А какой боец выходит? Вы, Анатолий, в комментариях наверняка так же видели. Имена, скажи. Есть якобы имена? Нет, нет, есть конкретно кто. Смотри, Вась, он говорит про реально существующую боль. Да, я считаю, что это такая проблема, которая нужна. Ты задал хороший вопрос. Спасибо. И я надеюсь, ребята, мой ответ на него оставят. Оставим 100%. Это, ты знаешь, боль не то, что там индустрии, YouTube промоушенов, где это имело и иногда имеет место быть. Это боль нашей страны. И вся та дрянь, синтетика, которая сотнями тысяч тонн завозится к нам в страну, из-за которой вымирают наши регионы и молодежь, из-за которых переполнены психиатрические и наркологические клиники в городах. Я просто это знаю не понаслышке. Это чума 21 века для России. В своей организации я объявил этой дряни войну, наверное, месяца 4, жестким тестированием каждого спортсмена перед и после выхода в ринг, в октагон, в рейдж, неважно. После это как? После это как в смысле? Что он в мое время в бою может что-то поднять? Да. А в перерыве может что-нибудь тяпнуть? Или за 5 минут до боя. Вот я про это и говорю. И после того, это правда. Я сам был в шоке, когда мне просто послуха передали. Подожди, дай человек ответит. А потом я это видел. Давай я закончу. На вопросе ребром новые правила. Если Анатолий говорит, его хуй кто перебивает. Хорошо. Смотри, давай я закончу. История глобально печальная. Она касается не только индустрии. Там попом ума, ютуб промоушенов. Я примерно даже понимаю, о каком человеке конкретно в харкор ты говоришь. Я им занимаюсь. Это, знаешь, мой такой, наверное, личный проект. Попробовать все-таки вернуть человека оттуда в спорт. И, наверное, только поэтому я до сих пор не расторг с ним контракт. Наверное, только поэтому я до сих пор его не вышвырнул на улицу. Где, я думаю... Его дням счет пойдет на единицы. Он некрасиво себя ведет на конференциях. Он... То есть ты не хочешь говорить кто, но сейчас полностью нам его описываешь, да? Нет, все поймут. Все, для кого этот вопрос задан, все поймут. Давайте пожелаем ему здоровья, счастья и... Но давай так я пообещаю вот сейчас здесь, там, у Васи, что если с ним произойдет еще хотя бы один инцидент, если человек еще хотя бы раз появится в подобном состоянии на конференции, на ивентах, на турнирах, до-после боя, он будет дисквалифицирован. Есть. Дело говоришь, брат. Дело говорит, брат. Ничего, сейчас сядем в наш черный бумер и поедем в бригаду домой посмотрим. Давайте, ребят, дальше. Всем привет, меня зовут Софья. Анатолий, у меня такой вопрос. Ты сам подготавливаешь сценарий к перепалкам и треш-токам на конференциях или есть какие-то специальные авторы? Специальные авторы. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. А что за автор, что за автор? Ну вот смотри, вот смотри. Нет, ты можешь вернуться спокойно задать вопрос. Ты можешь ответить в камеру, ничего. А, да? Проходите, конечно. Смотри, я просто так не могу. Давай, хорошо, вот я здесь буду, Толь. Нет, вот можно я вот сюда отвечу, девушки? Нет, мне правда важнее ответить, войдет это там передача или нет. Смотри, смотри. Вот смотри, вот сзади меня сидит один из бойцов хардкора. Тебе хоть раз писали сценарий? Смотри, я тебе объясню. Здесь вот присутствует там даже Дава, который там к нам в индустрию окунулся. То есть понимая, и ребята вот сидят, вы же, я думаю, там прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю. Ты зачастую в угоду аудитории, ты пойми, что мы все там артисты одного жанра. В той или иной степени. Когда включаются камеры, у нас у всех мордочки становятся, у кого-то брутальные. Кому там брутальная мордочка не дана, он такой, свой Вася там, понимаешь, да? Мы все соответствуем запросам и ожиданиям аудитории. Мы все про тщеславие, про деньги. И точно так же все те, кто появляются на конференциях, кто хочет хайпа, хочет получить максимально какие-то медийные бои, хорошие гонорары, в угоду аудитории качают ситуацию так, как они ее могут. Кому-то дано читать рэп, а кому-то хорошо драться. А кому-то не дано хорошо драться. Кому-то дано хорошо... За 40 единиц любую постанову исполним. Братан, без постанова готов за 40 единиц. Ну то есть понимаешь, это все, как тебе объяснить? Хуйня. Это все законы жанра. Следующий вопрос. Мне интересно, а что с Амирамном? Он слился, все? Слился в смысле? Ну что, куда он пропал-то? Ну не будет никакого дальнейшего развития? Я на него не подписан, честно. Или ты про ситуацию, про перепалку, которая у нас была с ним в Ютьюбе? Слушай, ну смотри, объективно, какого-то глобального негатива к Амирану нет, но встретиться, поговорить прям надо. Вернется из США. А он готов встретиться? Я думаю, увидимся, поговорим. Но я ему напишу максимально вежливо. Так, без камеры, без поблизости. Ну, просто он как-то то ли в угоду публике, играя, сказал пару неправильных вещей, которые вывели меня на эмоции. И я тоже повел себя не очень правильно. Но эту ситуацию мы должны закрыть как было взрослых мужчин, я считаю, встретившись и поговорив. Скажи, пожалуйста, ну никто не знает, что случилось. Ну, открой Ютьюб. Ну, пожалуйста, скажи в двух словах, вы парамсили или что? Ну, чуть-чуть. Все, спасибо, следующий вопрос давай, или ты уже все задал? Все, я уже задал. Толь, у меня к себе такой вопрос. Не хотел бы ты создать футбольную команду из бойцов и заявиться в медиалигу? Просто уже нужно, ну, пора наказать этих смазливых мальчиков с родиа медиа. А кого конкретно? Медиалига кто такие? Футбольная? Да, футбол. Обязательно создадим команду. В 23-м году хардкор будет в футболе. Я тебе обещаю. Спасибо. Ты вот постоянно говоришь об уважении. Поскажи, пожалуйста, что по поводу людей, которые доверились тебе на платформе Анатолия Сульянова. Ты их тоже развел на уважение? Или это изначально и было как раз? Развел. Какой именно платформе? В ТОП Медиа. А что значит развел? Сейчас объясню. Отличный вопрос. Смотри, я не люблю говорить на языке условностей, да? Я все-таки разговариваю на языке цифр. На платформе в ТОП Медиа обучение стоило 2999 рублей. Те, кто, пройдя обучение, начали работать на этой платформе, реально работать начали, а не подумав, что это какой-то такой священный грааль финансов, который осыпет их дождем из денег на следующий день. По окончании образования вот эти люди зарабатывают сейчас по 12-15 тысяч в месяц. То есть в среднем 500% в месяц на вложенные инвестиции. По-моему, неплохой капитал. 12-15 тысяч? Да. И я получаю, послушай меня, я получаю до сих пор в директ десятки сообщений. Из парней из города Байкальска, которые ставят лайки и написывая комментарии, делают по пятнашке в месяц. Он мне пишет, я на лесопилку ходил за 14, минус 52, и не знал, задавят меня сегодня бревном. Вот он мне пишет, мы всей семьей сейчас там ставим эти какие-то лайки, пишем комментарии. Нас капитал, говорят, в среднем в месяц 60-80 тысяч рублей. Они говорят, мы в своем городе столько не зарабатывали. Просто, видимо, знаешь как, это вот для аудитории, которая рассчитывала, что, пройдя какой-то курс, они получат доступ к какой-то платформе. И все сразу будет. Да, и все будет сразу. А на языке цифр это выглядит так. Тратя 3-4 часа в день, это простая история, простая логика, те, кто не понимают. Ты пишешь комментарии на бирже комментариев, ты ставишь лайки. От 8 до 15 тысяч рублей в месяц, работая 3-4 часа в день, ты зарабатываешь легко. По-моему, на вложенную трешку это неплохо. Есть ли на языке цифр? Следующий вопрос. Спасибо. Спасибо. Всем привет, меня зовут Егор. 25 декабря придет турнир Hardcore Boxing, в котором против наших парней будут американцы. У меня в связи с этим два вопроса. Первый, вы действительно привезете топовых бойцов из Америки, а не слабаков, чтобы наши бойцы на их фоне выглядели чемпионами. Так, значит, по поводу мешков я беру поправку с Аслану Азбарову, действующему чемпиону хардкора. До 93 килограммов он сегодня здесь с нами. Смотри, по поводу оппонентов наших ребят. Ну, я думаю, компетенции оппонента с Аслана вряд ли вызывают какие-то сомнения. Это все-таки седьмой номер американского боксрека, действующий чемпион Северной Америки. Что касается компетенции вице-чемпиона и главного претендента на чемпионский пояс Барнакла, ну, я думаю, здесь сомнений все-таки тоже нет. Один из них, а именно Словецкий, недавно разобрал в БКФС Женю Моряка. Словецкий? Да. А, это тезка Словецкого. Ну, типа... Я не знаю, кто тот Словецкий, я знаю, кто Словецкий, который чемпион на... претендент на чемпионский пояс Барнакла, да. А это кто-то из футбола, наверное, тот Словецкий. Нет, Словецкий рэпчик читает. Нет, я не слышу Словецкого. Я же в рэпе не силен. Ничего, послушай. Я могу подсказать. Нет, я... Если да, он начнет подсказывать в рэпе, то все уже. Ну, это... Это будет все. Все. Приехали, приехали. Слушай, а сейчас важный вопрос. А Дава рэпер? Конечно, брат. Дава, блядь. Ну, Дава фотомодель. Раз. Инфлюенсер, блядь. Инфлюенсер, так. Друг Филиппа. Причем близкий. Три. И рэпер, да. Получается так. Но после всех этих, так сказать, четырех категорий. Друг Филиппа и рэпер. Одно другому не противоречит. Но Криду же не помешало. Ну, слушай, блядь, он уже бандюк. Ага. Номер один. Смотри, у нас есть видео-вопросы, которые задают люди, которые посещают наши другие заведения и записывают дистанционно из разных городов сообщения и вопросы для наших гостей. Внимание на экраны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет. Меня зовут Антон. Я нахожусь в ресторане Фрэнк Байбаста на депо, город Москва. И у меня вопрос для Анатолия Сульянова. Ты постоянно в каждом выпуске хардкора, бриллиантовых цепях и дорогих брендовых вещах. Не удивлюсь, если всю балансягу в России скупил ты, а не Киркоров. Скажи, у тебя есть стилист или ты просто скупаешь все самое дорогое? И кто ты в итоге, рэпер или боец? Я просто охренел, да? Такой вопрос прям, а в чем вопрос-то был? Я тоже не понял. Я хотел задать вопрос. Я, добрый день, хотел задать вопрос. Ты кто, рэпер ты или ты боец? А если он рэпо-боец или боец-рэп, рэпер? Мой стилист вот здесь. Я не рэпер и не боец. Просто Анатолий из Тиляга. А что, ну стиля, ну стиля, что на тебе? Тащим стиль. Баленсиага? Баленсиага. 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 Баленсиага тоже. Найк. Да, бомба. Все. Супер. Смотрите, в чем вопрос. У каждого бойца, который сотрудничает с Анатолием, есть прозвище. Прозвища нет только у Анатолия. Почему, Анатолий? Хороший вопрос. Есть прозвище? Мы сейчас будем выбирать. Мы сейчас будем это выбирать. Давай выбирай. Смотрите, список прозвищ. Давай. Смотрите, я их читаю. Вам предлагаете. Шоу-тайм было хорошее. Зачем ты встал и отошел? А я, чтобы официально было. Хорошо. Я тебя боюсь просто, Толя. Ты видел, как ты ебашишься. Джоу-джитсу это пиздец твой. Так, Анатолий, лысый пряник. Анатолий, киндер сюрприз. Так, Анатолий, не из бразерс. Толя, сухие пяточки. Какой твой вариант? Какой твой вариант? Давай. Я сейчас подумаю, надо. Суля я бы назвал. Суля? Сулик, да. Толя Сулик. В Суворовском так называли. Но я за лысый из бразерс. Подожди, ты здесь братва решает, как тебе будут понять. Давайте решим. Так, я говорю, читаю, вы хлопаете, да? Так, лысый пряник. Не очень. Такое, такое слабовато. Анатолий, киндер. Ну такое, непонятно. Киндер сюрприз пусть им. Нет? Хорошо. Анатолий, лысый, не из бразерс. Ничего. То есть, не из бразерс, это вы сразу занижаете его. Представляете, если бы жены не было супруги, тогда в знакомый содержит. Жена же рядом. Жена рядом, значит, наоборот. Я же говорю, если бы не было, то я жена-то человек. Я знаю, как правильно... Как правильно, чтобы жена потом не сказала, заебись, что он нам. Заебись, что он был. Толя, блядь. Не из бразерс, блядь. Сука, блядь. Да я знаю, блядь, что ты не из бразерс. Все понятно, блядь. Далеко не из бразерс, блядь. Хотелось бы, но, блядь, нет, нахуй. Максимум спокойной ночи малышей, блядь. Сука. Хорошо. Лысый, не из бразерс. Походу так. А Толя, сухие пяточки. Это милая хуйня. Что это? Блядь, смотрите, откуда вот это получил сообщение. Так, давайте, выбираем между Лысый не из бразерс, да, и сухие пяточки, да. А давай еще твой вариант, Толя, Суля. Не, Расуля, это, блядь, это... Он просто сократил фамилию, охуеть, креатив, я прошу прощения, блядь. Ну, блядь, лучше, чем сухие пяточки. Меня фамилия Вакуленко, меня называли Куля, блядь, все понятно. Тебя как зовут? Куля. Фамилия? Манукян. Манукян. Куня, 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 Куня. Да, Вакуня. Голосуем, ребята, не из бразерс, либо сухие пяточки. Кто за то, что не из бразерс? И сухие пяточки. Почему? Пяточки какие имеются в виду? Здесь, ты понимаешь, Толя, ты понимаешь, что ты постоянно находишься в очень серьезном информационном поле. Ты думаешь, что все, блядь, серьезно, пиздец как. Здесь просто пиздец, что происходит. Нас, в принципе, устраивает. Никто здесь ничего не... Не заморачивается. Не заморачивается вообще. Ну, так работаем. Дорогие друзья, сейчас тот момент, когда мы голосуем, когда мы определяем вот по тому сумбуру, откровениям, искренности вещания определяем, кто платит из нас. Если, по вашему мнению, Анатолий оказался искренним, открытым, настоящим, честным, приятным, внимательным, харизматичным, чудесным, магом, волшебником, очаровашкой, вы поднимаете красного динозавра и за счет плачу я. Сегодня, чего мы съели. Если же, сука, как всегда, вам покажется, что Толя все-таки лгал, прятался под маской замечательного, эрудированного, внимательного, очень аккуратного человека, который выверяет каждое... Подожди, не перебивайся. Я не такой. Который выверяет каждое свое слово, пытается отметить правильные акценты, подбирать слова, строить предложения. И сначала говорит всегда, значит, смотри, да? Вы пока поднимаете черную свинью. И это значит, я прошу прощения у супруги Анатолия, значит, что за счет платит Анатолий. Итак, подумайте и поднимите то, что характеризует вашу оценку для Анатолия. Красный динозавр или черная свинья? Голосуем, друзья. Сука, люди тебе верят, Толя? Да. Аплодисменты. Спасибо. Может, пин-код ты не будешь смотреть? Не, я хочу посмотреть. А я сейчас пин-код... Транзакция пройдет или нет? Или все по пье-маше? И потом по себе просто все эти заросходники... Подожди, оставь, оставь, оставь. Отклони ногу, братан. Как это было? Недостаточно средств. Пришла, блядь. Покажи, пожалуйста. Где отклонено, блядь, торви четко. Ты еще и картами сотрудников платишь, что ли? Посмотри, прошла, блядь, транзакция. Ты еще и картами сотрудников платишь, друзья? Я делаю, как ты, Толя. Я делаю. У нас в гостях был Толя. Спасибо большое, Толя. Спасибо. Было весело. Было весело. Спасибо. Спасибо. Спасибо.